Предновогодняя неделя – самое прибыльное время для елочной торговли. Но, к сожалению, для продавцов рождественские базары посещают не только желающие купить себе зеленую красавицу, но и инспекторы Россельхознадзора. Очередной рейд по проверке точек продажи праздничных деревьев прошел в четверг возле центрального рынка. Откуда у вас поступает продукция? В Казахстан. Самульский район. Выключение карантинной экспертизы. Карантинные сертификаты имеете на продукцию? Я не знаю, я поставил, что вы говорите. Данной рекомендации, я вижу, у вас нет. Это является нарушением, поэтому в отношении вас будет составлен протокол. Как оказалось, елки бывают не только зелеными, но и серыми, как в данном случае. У продавца не оказалось документов, удостоверяющих фитосанитарное состояние хвойных деревьев. Наличие карантинного сертификата гарантирует, что дерево не заражено опасными вредителями. Если бумаги нет, такой гарантии покупателю никто не дает. Рождественские деревья, в частности сосна и ель, могут быть переносчиком таких карантинных объектов, как усач, рода моногамус, жуки и их личинки, а также стволовой сосновой нематоды. Для людей это не опасно, но это опасные организмы, которые могут повреждать лесные насаждения нашей области. За нарушение требований законодательства продавцам теперь грозят штрафы от 200 до 500 рублей. Кроме того, они обязаны будут оформить недостающие документы и предоставить их в Россельхознадзор. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.